Сделал прививку и гуляй спокойно. Профилактика здоровья – тема важная не только для людей, но и животных. Четвероногие друзья страдают от различных хворей и напастей не меньше человека. А чтобы этого не случилось, ответственный хозяин всегда вовремя приведет хвостатого к ветеринару и сделает необходимые процедуры. Оказать качественную помощь четвероногому другу в Нижнем Новгороде с недавних пор стало проще. В городе открылись три государственных ветеринарных кабинета в Автозаводском, Ленинском и Сормовском районах. Их отличие от государственных ветклиник в том, что кабинеты располагаются в шаговой доступности от жилых домов, вблизи остановок общественного транспорта и на центральных улицах. Первый из них – веткабинет Автозаводского района отмечает первую годовщину работы. Собаки, кошки, морские свинки, мыши и сурикаты – около полутора тысяч животных принято только за один год работы. Веткабинет Автозаводского района, как и два других в Ленинском и Сормове, оснащен современным оборудованием для оказания полного спектра ветеринарных услуг. Здесь и УЗИ питомцу сделают, если нужно, и операцию, и, конечно, любую прививку. Отбешенство, к примеру, и вовсе бесплатно. Задачей Государственной ветеринарной службы Нижегородской области является профилактика особо опасных заболеваний животных, обеспечение качества и безопасности продукции животноводства. Кроме того, с 2020 года одной из самых главных задач нашей службы стало обеспечение населения качественными и недорогими ветеринарными услугами. Задача новых государственных веткабинетов – сделать ветеринарные услуги более доступными для населения. При необходимости специалисты могут даже выехать к питомцу на дом. Для этого в области действует автомобиль скорой ветеринарной помощи. В нем врачи могут оказать первичные вет-услуги четвероногому другу, а если нужно, доставят до ближайшей лечебницы. Всего на территории Нижегородской области открыто уже семь госветкабинетов – три в Нижнем Новгороде, по одному в Держинске, Кстове, Розамасе и Шахунье. В ближайшее время планируется открыть такие пункты в городах Бор, Балахна и Городец, а также в поселке Ждановский Кстовского района.